Для нас с Граниным, с Даниилом Александровичем, когда мы делали блокадную книгу, мы поняли, что мы делаем книгу о том, что интеллигентность это не слабость, это сила. Потому что слишком со времен того же Сталина, ненавидевшего то, чего не было в нем самом, именно интеллигентность, у нас пошло вот это понятие такое, что интеллигентность это слабость, это то, что мешает действию, событию, что это ослабляет, расслабляет и так дальше. Много глупостей было сказано и литературой в этом смысле. И вот из самого, из самих опросов, расспросов, дневников, выяснения всех обстоятельств 900-дневной блокады, мы вдруг обнаружили, что та невероятная, необычайная стойкость Ленинграда и ленинградцев, она питалась и вот этим качеством города и горожан. Это то, что я называю интеллигентностью. И вот, конечно же, то, что у этого города потом появился командующий, который обладал тоже этими качествами, это была удача для Ленинграда, нечасто в его судьбе удача, потому что отнюдь нечасто этим городом, так сказать, его судьбами распоражались люди достаточно высокой культуры, достаточно высокого профессионализма. Это было, не было, не хватало это и до войны, и в войну, и после войны, это мы знаем. И вот то, что на каком-то этапе вот этой жестокого испытания город получил такого командующего, это было, наверное, его удача, счастье в эти несчастливые, в эти тяжелые, страшные дни и минуты. В 1946-м маршала Говорова перевели в Москву. Семен Михайлович Болебрук отвозил его на московский вокзал. Дорога известная. А он вдруг попросил, давай поедем по набережной. Будто прощался. О городе этом он мечтал с юности. О городе, который по-своему распоряжался судьбами многих и многих, но лишь избранных допускал вмешиваться в его судьбу. Кто мог знать, что юноша, сошедший летом 1916-го с поезда на Николаевском вокзале, станет одним из этих избранников. Что не только городу суждено круто и не раз менять его судьбу, но и ему остаться в судьбе и памяти города навсегда. Мы едем точно по последнему ленинградскому маршруту Леонида Александровича Говорова. Он сам выбрал этот путь. Здесь, в Смольном, в годы блокады был штаб обороны города. Здесь с апреля 1942-го работал Говоров. Вспоминает адъютант командующего Петр Федосеевич Клепов. Организованный, простой, скромный. Никогда не ругал просто так. Вот. Не выходил из себя, так как некоторые товарищи, понимаете, из военно-начальников. Зазря никого, как говорится, не наказал и не обидел, понимаете. То, что был неразговорчивый. Ну, это уже склад такого человека был. Вот жена даже говорила о том, что он и в молодости такой был. Именно в этой комнате был его кабинет. Сейчас здесь все по-другому. И мало осталось тех, кто помнит. Из кабинета была дверь вглубь помещения. Комната отдыха, где он обедал и ночевал. Ложился он когда-как. Начиная с 12 до 4. Были и в 2, и в 3 часа, и в 4 иногда, понимаете. Вот. А утром в 8, в 9 часу он уже, как правило, побреется сам, безопасной бритвой. Вот. Позавтракает. Если никуда не поехали, то выходит работать. Это один из редких документальных кадров. В отличие от многих, он не любил сниматься. В вечернее время окна у нас были зажиганы. Светомаскировка была сделана. Вот. Опускали всегда. На день поднимали, на ночь опускали, понимаете, чтобы не было. Иногда вот были случаи, что он приподнимет наполовину, примерно, окна. И смотрел на город. Что чувствовал он, глядя на город? Вот строки одного из первых его приказов. Исключительно низкая степень готовности. Безхозяйственность и заброшенность всех оборонительных сооружений. Ему предстояло победить и это. Не только фашистские армии. Но об этом как-то не принято вспоминать. Как-то Володя Багамулу предложил нам, ну-ка я вот сейчас занимаюсь архивами, давайте я там кое-что для вас подыщу, может быть, для вашей работы. И однажды он мне звонит, Володя, и говорит, знаете что, все, что вы там рассказываете в своей блокадной книге, все это неправда. Никакого голода в Ленинграде не было, никаких смертей многотысячных не было. В Ленинграде все было хорошо. Я говорю, каким образом? А вот я, говорит, все донесения фронта, это было до Говорова, изучил в Москву донесения и друг другу, так сказать, по штабам донесения. Ничего нет, ни одного слова о том, что Ленинград умирает от гол. Ничего этого нет. Я думаю, что Говоров был другой совершенно категории человек, который знал, понимал, чувствовал, какая трагедия у него, за спиной у его армии. Как тяжело, трудно населению Ленинграда, ленинградским жителям, наверное, это и определяло его тактику борьбы с немцами, вот эту его умелую борьбу с батареями немецкими, желание подавить артиллерию немецкую, не дать самолетам прорваться в Ленинград, не дать задушить, погасить ту жизнь в Ленинграде, без которой бессмысленно было бы и вся остальная, так сказать, его деятельность военачальника. Дело в том, что он ведь был беспартийным, ну и первое время как-то некоторые относились с таким, знаете, что ли, не то, как это беспартийный и командующий. Вера Андреевна Соловьева. Это все, конечно, не высказывали так лично, но поскольку он был назначен верховным и с длясящей характеристикой Жукова, и, конечно, это все прошло очень хорошо. Участник гражданской войны, награжденный... Генерал армии Афанасий Федорович Щеглов. Большой военный теоретик уже к этому времени, к периоду Великой Отечественной войны, уже ученый в известной степени, конечно, это был человек образованный, культурный. Говорят, чем напряженнее сокрытая от посторонних жизнь души, чем глубже таит человек свою боль, тем раньше не выдерживает сердце, даже в 58 лет. Леонид Александрович не дожил до рождения внуков. Сейчас глава семьи Владимир Леонидович, его старший сын, генерал армии. У его сына, Леонида, две дочки. За последнее столетие первые девочки в семье Говоровых. У Сергея Леонидовича младшего сына маршала. Сын Алеша, курсант военного училища. Семейная традиция. Далекий предок Говоровых был героем Бородинского сражения 1812 года. Наверное, это сейчас наша общая, может быть, где-то и беда, что мы очень редко можем вот так собраться вместе, всей семьей поговорить, просто пообщаться лично, а не по телефону. Но мне кажется, это сейчас беда не только наша. Просто сейчас и ритм жизни изменился, и, ну, соответственно, и характеры, наверное, перестраиваются человеческие. Ну и тут еще нельзя не сказать о специфике профессии. Я имею в виду и старшего брата, и мою, и вот Алексея. Потому что, в общем-то, мы сами себе не принадлежим. И очень редко бывает, имеется возможность, чтобы вот так собраться вместе. Если деда своего я никогда не видел, но так получилось, что я и мои родители, мы все время жили с бабушкой. И, ну, когда я уже стал постарше, то не было ни одного дня, чтобы она не делилась своими воспоминаниями, не рассказывала мне о жизни деда, о его работе. Ну и с самого раннего детства я был окружен предметами различными, которые либо принадлежали моему деду, либо были связаны с его работой. Ну, это личные вещи, различные документы. И, ну, уже когда я стал постарше, я стал много читать книг, написанных о нем, собирать фотографии, делать вырезки из различных газет, журналов. И вот, когда мне уже стало исполнено 16 лет, у меня вот появилась идея собрать весь разрозненный материал, который есть у меня, все фотографии, в один альбом. В этом альбоме собран весь материал, имеющийся у меня, ну, основной материал о жизни и деятельности деда. Фотография его родителей, то есть моего прадеда и прабабушки. Фотография трех братьев Говоровых в реальном училище. Здесь Леонид, Николай и Михаил. Он вырос в тихой, захолустной Елабуге. Отец его, Александр Григорьевич, был человек удивительный, крестьянин, бурлак, матрос. Повидал свет. Учиться ему не пришлось. Все постигал сам. Мечтал дать образование сыновьям. Для того и перебрался в Елабугу. Добился места письмоводителя в реальном училище. Человеку, не имевшему аттестата, это было весьма непросто. В этом доме, на казенной квартире при училище, жили Говоровы. А вот и само училище. И здесь, и потом в институте, в Академии Генерального штаба Леонид всегда учился блестяще. Жили трудно. В 14 лет он принес матери первый заработок. Давал уроки по русскому языку, по немецки, по математике, литературе. Кстати, немецкий он изучит в совершенстве. А здесь он студент Петроградского политехнического института. Потом, в 16-м, был призыв в армию, офицерские курсы, недолгая служба. При первой возможности из армии он уволился. Не хотел воевать, хотел строить корабли. Вот удостоверение. Доноси е воинскому чину, Леониду Говорову, в том, что он уволен в первобытное состояние. Шел 1918-й. Войска Колчака заняли Елабугу. Все военнообязанные мобилизованы. Не пройдет и года, как подпоручик Говоров перейдет на сторону Красной Армии. Но останется строка в послужном списке. Призван по мобилизации в армию Колчака. И будут преследовать его косые взгляды. Подозрительный шапоток за спиной. В бою под Перекопом красный командир Леонид Говоров был тяжело ранен. За героизм наградили его орденом Красного Знамени. Из рекомендации. Товарищ Говоров достоин быть в рядах Коммунистической партии. Была годовщина ленинского призыва. В партию принимали целыми бригадами, цехами. А вот его тогда не приняли. Анкета. Это висело над ним всю жизнь. Одна из историй, рассказанной мне матерью, до сих пор она как-то не укладывается в сознание, но с другой стороны она дает возможность понять атмосферу того времени, в котором жил и отец, и мать. То есть речь идет о пресловутом, злосчастном для нашей страны 37-м годе. В этом году был, как известно, объявлен первый набор слушателей в Академии Генерального Штаба. В числе которых был мой отец. В этот период люди, наши советские люди, почему-то вдруг стали исчезать. Забирали людей. И мать рассказывал один эпизод. Как-то возвращаясь из города с покупками, она зашла в подъезд в общежитие и увидела трех людей в военной форме, форме КВД, двое из них с винтовками, которые направились к двери комнату, которую они занимали. Ну, состояние, как она рассказывала, и как я понимаю, тем более я передать не могу. Ну, вы, наверное, можете все понять, что может ощущать человек, если люди в этой форме остановились перед дверью вашей квартиры. Потом, сверив номер комнаты с какими-то имеющимися документами, они перешли к другой, который занимал тоже слушатель Академии Генерального Штаба, летчик. Ну, собственно говоря, с этого дня больше никто его не видел. Я вот вспоминаю, может быть, такой эпизод, и мать потом вспоминала, и смешной, и в то же время такой в нашей жизни очень сложный. Когда он уехал, мы долгое время не получали писем. Но мы не понимали всех событий, которые происходили в 37-38-е годы. Ну, где-то понимали все эти вопросы, потому что видели и слышали. И нас всех очень беспокоило, значит, долгое время отсутствие писем из Ленинграда. Ну, наконец, мы через какое-то время получили письмо, где отец писал, что все в порядке, не писал долгое время, в связи с тем, что находился в госпитале и сломал руку. Ну, это вот такие детские впечатления тоже, значит, написал письмо отцу о том, что мы очень рады, что он жив-здоров. Ну, это такая мысль была, а когда писал письмо, то получилось, что мы очень обрадовались, когда узнали, что ты сломал руку. Ну, это одно из таких старых писем, которые он мне написал. «Дорогой наш сын, ты должен понять, что я нахожусь в такой обстановке, когда нужно быть готовым ко всяким неожиданностям. Нужно, чтобы ты уже думал самостоятельно и прививал это чувство ответственности за свои поступки. Я тебя очень прошу, помогай. Маме, ты знаешь, я ее очень люблю. Она тревожится обо мне. Нужно скрасить ей жизнь». Лето 42-го. Приказ Говорова – оставить в городе минимум населения, эвакуировать по 10 тысяч в сутки. Скольким ленинградцам спас жизнь этот приказ? Кто-то удивится, рассказываем о полководце и ни одного сражения. Но от того, каким был человек, зависит и то, как он воевал. Из приказа командующего Ленинградским фронтом. Тот, кто допустит неоправданные потери, совершит преступление. Надо отметить те счастливые случаи, когда судьбой людей распоряжались люди, умевшие воевать, умевшие ценить человеческую жизнь, умевшие распоряжаться той готовностью, патриотической готовностью наших людей, отдать эту жизнь. Но отдать со смыслом, отдать с пользой, отдать с пониманием, что грамотно, по крайней мере, моей жизнью распорядились. Конечно, война есть война, командующий есть командующий. Задача у него сугубо военная. Но можно по-разному понимать свою роль в войне. Ведь то, что мы потерялись только в эту войну, объясняется многими причинами. Ну, мы когда-то после войны назвали цифру 7 миллионов, что было, конечно же, совершенно неадекватно тому, что произошло. Потому что один Ленинград потерял больше миллиона. Потом мы назвали 20 миллионов, и мир ахнул от этих 20 миллионов. Но мы-то знаем, что сейчас историки абсолютно определенно говорят, что более 35 миллионов мы потеряли в эту войну. И потеряли мы ее не только потому, что сила наступавшая, сила, вторгшаяся в нашу страну, в нашу жизнь, несла идею геноцида, уничтожения и разгрома не только армии, но и народа, как Гитлер это формулировал. Но и то, что тот, кто возглавлял и те, кто возглавляли сопротивление, начиная от Сталина и некоторые, так сказать, военачальники его школы, они абсолютно не считались человеческими жертвами, с человеческой жизнью. Военный талант Говорова и его человеческие качества привели к тому, что он проявлял заботу о сохранности и людей, и больших исторических памятниках города. Организуя оборону всех, так сказать, качеств, и противовоздушную, и наземную, этим самым он спасал Ленинград от разрушения, а жителей от уничтожения. Блокада Ленинграда, колоссальное нервное напряжение, причем бессонные ночи, естественно, при подготовке операции прорыва и даже при проведении локальных операций. И в то же время чувство ответственности еще удвоено, как мне кажется, тем временем, которым жила вся страна. То есть я помню по рассказам матери, когда она спрашивала отца накануне проведения операции «Искр», готов ли он и готовы ли войска к этой операции. Он ей ответил, что я просчитал, что все должно быть нормально. Потом, засмеявшись, сказал, ну а если что не так, то у меня выход один головой в прорыве, и вы. На одном из докладов он задал мне вопрос о том, что как командующий авиации товарищ Рыбальченко и командующий артиллерии товарищ Одинцов взаимодействие организовали в огневом подавлении противника в период боев во время прорыва блокады. Я ему ответил, да, должно быть, не будучи убежденным, что это на самом деле сделано. Но мне казалось, что это само собой разумеется. Он сказал, что вот что, повешу на стенки плетку и буду всех, кто говорит мне, должно быть, бить. Потому что для военного человека не существует слова «должно быть» либо «да», либо «нет». Из приказа командующего Ленинградским фронтом. Не разрешать атак без разведки противника и необеспеченных огнем. Обратить особое внимание на самоокапывание в бою. Беречь каждого солдата. Для него важна была не только победа. Важно, какой ценой. А это значит, все должно быть подготовлено, продумано, выверено. Снятие блокады ждали все. Все мечтали, надеялись. Он планировал. Где, когда, как. И она пришла. Победа. Так сложилось. Против Говорова воевали не выскочки, выбившиеся в генералы за счет принадлежности к партии Гитлера. А военная элита Рейха. Он побеждал. Он был профессионалом. Карлс Хорсти. Берлин. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан здесь, в этом зале. В тот же час, недалеко от Риги, маршал Говоров, завершив разгром Курлянской группировки, принял капитуляцию группы армии Север. Той самой, что 900 дней терзала Ленинград. Потом он вернулся домой, на Кронверскую. Здесь жили руководители города, его товарищи. Они были вместе в дни блокады. Теперь вместе строили планы на будущее. Но кому дано предугадать свою судьбу? Алексей Александрович Кузнецов, секретарь горкома, член военного совета, потом секретарь ЦК. Расстрелян по ленинградскому делу в 1950-м. Петр Сергеевич Попков, в годы блокады председатель Ленсовета. Расстрелян. Николай Васильевич Соловьев, член военного совета, председатель обл. исполкома, близкий друг Говорова. Расстрелян. По характеру человек замкнутый, никогда лишнего слова не говоривший, даже в общении с близкими, с родственниками, он все носил в душе. В общем-то, видимо, он понимал причину того, что творится уже после войны, когда люди ни в чем не повинны, с которыми он прошел самые невероятно сложные дни. Ленинградской блокады были приговорены к расстрелу. Потом я помню, очень хорошо, когда приезжала вдова Соловьева, а фотография у нас сохранилась. И с помощью буквально единственной фотографии удалось портрет Соловьева воссоздать, реставрировать. Когда случилось несчастье с Николаем Васильевичем, я им не позвонила, потому что... Ну, я не знаю, вот вы можете понять или нет, что... Это было такое страшное время. Вдруг я скажу, что вот Николас Ильича взяли. Ну, зачем же это? Ну, такое пятно, что ли, подозрение на других людей, что вот у них такое знакомство было. А все знали, что мы все-таки с семьями дружили. Это все сохранилось только у Говоровых. А остальные, как у Кузнецова, у Попкова, у нас при обыске все фотокарточки были изъяты и уничтожены. Ну, вот здесь карточка, значит, это тоже 45-й год, встреча Эзенхаура. Карточка, где Кузнецов Алексей Александрович, Попков, Кубаткин и Соловьев. Когда началось Ленинградское дело, Лидия Ивановна хотела, говорит, изъять фотокарточки из альбома. Не потому, что, говорит, у меня какое-то сомнение было в том, что я был виновен в этом дело. Но, ну, понимаешь, говорит, ведь такое тяжелое, темное, говорит, очень тяжелое время. Я, говорит, просто боялась за мужа, за сыновей. И думаю, что дай-ка, может быть, мне уничтожить эти все фотокарточки. А Леонид Иванович сказал, нет, Лида, ничего не трогай, пусть в альбоме, как есть, так и будут все эти фотокарточки. И так они и сохранились у них в альбоме. Когда умер отец, мне еще не вспомнилось 11 лет. Тем не менее, какие-то обрывки, что ли, воспоминания, такие яркие, впечатляющие моменты, они, конечно, остались со мной на всю жизнь. Причем очень хорошо помню, что все маршалы Советского Союза участвовали в этой процессии. И каким-то образом случилось так, что я шел как бы первый за лафетом, на котором покоилась урна с прахматцем. В те времена никому не нужен был, не нужна была память о таких людях, как Говоров. Потому что, конечно же, те временщики, которые все это губили, они все потом... Это им мешало. Мешало их, так сказать, тщеславному желанию все, так сказать, закрепить за своим именем, за своими именами. Но совершенно непонятно, что сейчас и сейчас в Ленинграде нет памятника Говорова. Тот памятник в блокаде, который существует, ну какой он есть, такой он есть. К нему еще надо привыкнуть, чтобы его как-то соотнести с блокадой, насколько мы ее знаем и чувствуем. Ну, конечно же, наверное, придет время, когда и будет по-настоящему восстановлен в той степени, в какой это возможно, и музей Ленинградской блокады. Ну и, конечно, Говоров и такие люди, как Говоров, станут частью вот этой большой памяти о этих днях. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ